Всем привет! В этом видео мы поговорим про то, что сейчас творится на выдаче Яндекса, прежде всего, и связанное с накруткой поведенческих. Итак, подписчик канала Юрий спрашивает, что сильно улетел у него сайт после накрутки поведенческих. 27 июля на 50 позиций просел. Как исправить? Санкции нет в веб-мастере. Служб поддержки не подтверждает фильтр. Смотрите, если раньше фильтрация за накрутку поведенческих была довольно жесткая и показательная, ну, были, как вы знаете, были показательные порки, улетали сайты на 8 месяцев и так далее, то в последнее время вот таких уведомлений в веб-мастере, ну, я не видел ни разу уже много-много месяцев, ну, а на самом деле вот по моим сайтам, даже там, где мы смело экспериментируем с ПФами и прочим, не видел вообще уже несколько лет. И похоже, что Яндекс ушел от, ну, во-первых, карательных мер, то есть он ушел в сторону, ну, такие изменения алгоритма, аллилуйя, и штрафы перешли в другой немножко, ну, такой класс. То есть так же было со многими другими санкциями, например, не знаю, там, не подфильтр уходил в скрытый режим, когда его стало не видно, другие варианты, там, у гугла история засылки, раньше они, ну, про все выходило уведомление в веб-мастере за пингвин, ну, за филлер пингвин, а сейчас как бы только, ну, там, за ручные санкции выходят, а многое чего срабатывает внутри автомата. Я думаю, что, ну, просто с позиции вниз уходит, а мы не видим за что. Я думаю, что Яндекс пошел по такому же пути, он отказался от, ну, или полностью, или, может быть, отказывается в процессе, от наложения вот таких явных и показательных порок, и они сейчас просто в алгоритме ввели ограничения для сайтов, которые явно накручивают поведенческие, но они не могут про это явно сказать, потому что они точно не уверены. Ну, в этом и была их как бы основная проблема всю дорогу. И, ну, и почему они как бы делали показательные порки, но массово это все не раскатывали. Если они сейчас продолжат выкладывать это все в панель в мастера, то куча людей, которые реально не накручивали поведенчески, а очень часто, как бы, вот сейчас я вижу, улетают сайты, ну, видимо, с подозрением на накрутку, а, ну, и других изяков там особо не видно, и при этом как бы точно не накручивали. И поэтому, чтобы Яндекс вот за эти ложные срабатывания, которые сейчас начались и будут еще больше, не отвечать, он эту штуку скрыл. То есть он говорит, типа, улучшайте сайт, все в порядке, типа, ваш сайт ранжируется в соответствии со всем. И он эту штуку убрал. И, ну, такие залеты вот начались не так давно. То есть я первые такие истории видел вот весной. Массовые сейчас вот в июле. По-моему, где-то в середине июля, числа 14-го, первая история была. При этом часть сайтов сильно просела, а часть сильно выросла. А вторая история в конце июля. Обратная история. То есть сайты, которые поднялись 14-го, подпросели. Ну, в общем, такая... Качели такие начинаются. Я не думаю, что это связано с поведенческими, ну, или не только с поведенческими. Я думаю, что это просто раскатывается, ну, некоторая новая версия алгоритма, которая в том числе манипуляции с поведенческими пытается учитывать, потому что у нас трясет белые сайты. То есть потому что мы почти все сайты продвигаем по белому. То есть у нас есть только ограниченный пул проектов, где мы играемся с накрутками. И белый пул проектов тоже трясет. Причем трясет как в плюс, так и в минус. То есть вот реально такая история. То есть там 14-го в плюс, 27-го в минус, либо там в плюс, там в минус, там в плюс. То есть такая зеркалочка происходит. Плюс-минус позиции на том же уровне, то есть по всему сайту проекта, пулу проекта, который мы продвигаем. Но, как бы, в целом тряска неприятная И, ну, здесь нужно с этим что-то делать А что делать, непонятно Потому что уже поддержки не подтверждает санкция Она говорит, улучшайте сайт Единственное, что делать, это, как уже много раз говорил Не накручивайте поведенческие То есть не крутите поведенческие на основном проекте А если крутите, то крутите это на специально созданных для этого сайтов Либо на специально взятых дропах под эту историю Либо просто вы делаете новый сайт Его раскачиваете И потом только берете уже понемножку поведенческими Его подталкиваете и очень-очень аккуратно Поэтому исправить, скорее всего, у вас мало что получится То есть если вы накручивали поведенческие И вы знали, на что вы идете Просто мучайте саппорт Вдруг они сменят гнев на милость И, ну, собственно, попробуют вам, ну, в общем, помочь Потому что по ряду моментов Есть мнение от коллег Ну, что они как бы додалбывали Яндекс И сайт восстанавливался, ну, вроде как из-за этого То есть Яндекс продолжал говорить, что все в порядке Ваш сайт аранжируется как надо А у сайта позиции восстанавливались Но также были люди, которые ничего не делали И у них тоже примерно в эти же сроки позиции восстанавливались Поэтому вот эти выводы, что пишите в Яндекс и будет вам счастье Или не пишите, будет вам все хорошо Ну, в общем, они такие в пользу бедных В общем, не... Ну, выводы на основе этого делать очень-очень сложно Вот, поэтому то, что у вас получились вроде как Какие-то санкции, резкое проседание в Яндексе Нет, уведомление об этом Это, в общем, довольно массовая сейчас история Вы не одиноки в этом И, ну, просто как бы в этом случае продолжайте Долбать поддержку Яндекса И развивайте еще один-два сайта Я вам об этом говорил уже на канале И говорю в этом на курсе И, в общем, на конференциях везде об этом рассказываю Не продвигайте, блин, один сайт То есть если для вас этот бизнес важен То не сосредотачивайте усилия вокруг только одного сайта Сначала да То есть когда вы его только развернули Понятно, нет смысла размывать усилия Но вот вы развернули один сайт Базовые работы на нем сделали Ищите дропы по этой тематике Ищите дропы, разворачивайте их И оставляйте настаиваться Как только у вас здесь более-менее поднялись позиции Ну, на одном из этих двух Которые получше себя чувствуют Возьмите и разверните небольшой сайтик По вашей же тематике Чуть-чуть появились еще ресурсы Разверните на втором Потом опять возвращаясь к первому Здесь такая порционная история Вы распределяете усилия То есть, допустим, 60-70% усилий Вы отправляете на основной сайт А там 20-30-40% Вы отправляете на вот эти, на дополнительные И они все равно у вас растут И часто такая ситуация Когда у вас дополнительные сайты Растут даже лучше, чем основной И вы говорите Ну, что-то у меня основной буксует Давай-ка я на основные усилия Вот эти там 60% На этот перенаправлю И его начну качать И в итоге эта масса сайтов У вас очень стабильна То есть, если вы прям жестко не косячите На всех трех То на одном вы можете накручивать На другом вы можете ссылками хулиганить На третьем вы можете в белую продвигать И таким образом у вас будет получать Очень сбалансированная система А вот так вы накрутили Ну, я так понимаю, что это основной проект И все, и вы улетели И до свидания, SEO, привет, контекст Зачем вам это надо? Поэтому заранее, заранее То есть, если вы еще не попали Под какую-то такую историю Даже если вы в белую продвигаете Все равно запросто можете улететь завтра Поэтому идите более диверсифицированно И идите более хитро Потому что SEO сейчас Это не про технологии в лоб SEO сейчас это про большое количество Умных, хитрых и расчетливых действий На этом все Подписывайтесь на канал Пишите ваши вопросы в комментариях Приходите на бесплатный матер-класс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok